Всем привет! Сегодня я сменила фон немножко, потому что в той комнате, в которой я снимала раньше, не солнечная сторона, так сказать, поэтому я снимаю здесь. И перейдем к теме видео. Это видео будет про заказы. Заказы Avon Ariflame, Avon компании номер 7 и Ariflame компании номер 6. И начну я с компании Avon. Я заказывала карандаши из серии Ultra Glimmer Stick. Это карандаш для губ в красном оттенке. Я давно хотела себе карандаш в красном оттенке. Я высматривала в каких-то бюджетных марках именно красный карандаш, и ничего такого мне не нравилось. Либо очень такой ядреный красный, который меня не устраивал. Мне нужен был классический красный. Это автоматический карандаш. Он не точится. Не прям вот классический, но мне он понравился. Он подходит под все красные помады, которые у меня есть, хотя у меня их две. Но он подходит. Мне он нравится. Я вставлю фотографию, как выглядит этот карандаш, соответственно, с моей помадой, которая у меня есть. Тоже от Avon. Мне она очень нравится. Я раньше не очень часто пользовалась красными помадами, но с появлением в YouTube я стала как-то проще к этому относиться. Стала как-то вынашивать такие цвета. И мне это очень стало нравиться. И еще я заказывала очки. Очки-авиаторы, которые называются, по-моему, тропики. Вроде бы так, если я не ошибаюсь. В общем, я их очень хотела. Стоимость этих очков была, по-моему, 70 гривен, что-то такое. Либо 60, я уже точно не помню. Очки от Avon очень долго живут у меня, по крайней мере. Мне нравится производство очков Avon. Они пришли вот в такой вот коробочке. Своего рода такой чехол, можно так сказать. Раньше они приходили, да, в коробочках, но был еще вот такой вот мешочек. Этот мешочек у меня от старых моих очков. Тоже Avon. Я их подарила кому-то из девчонок уже давным-давно. Но мешочек я оставила себе, потому что у меня есть различное количество очков, которых у меня, в принципе, достаточно. И я их ношу, меняю каждый день. И мешочек удобен для того, чтобы не царапать сами стекла. Это очень помогает. Да, конечно, от того, что сломаются они у вас в сумке, их не спасет. Но, чтобы не поцарапать именно сами стекла, это довольно-таки неплохая вещь. Но на этот раз очки пришли вот в такой картонной коробочке. И внутри они были просто запечатаны в обычный целлофановый пакет какой-то, который я уже выбросила. Перейдем к очкам. Эти очки выглядят вот так. Вот они получаются какие-то зеркальные, хамелеоны. Они очень такие хамелеонистые. Сейчас, конечно, все поголовно ходят в таких очках. Не очень, конечно, это прикольно. Но мне нравится сама задумка. Мне нравится форма. Она мне очень идет, как я, в принципе, считаю. Что хочу сказать. По качеству эти очки неплохие. Тонкие ушки. В меру мягкая и удобные вот эти вот концы ушек. Крепление на носу, которое тоже очень удобное. Мне нравится. У меня они не сползают. Я их как ставлю, так у них и иду. Даже если я пробегусь как-то трусцой, не знаю, они у меня не спадут именно на кончик носа. Они не кривые. Они, в принципе, модно выглядят. Но, честно вам сказать, я их очень редко сейчас ношу. Из-за того, что поголовно все в них ходят. Как-то у меня такой запал уже даже прошел. Но вот именно в таких очках я вижу множество людей. И это, конечно, не очень мне нравится. Но я переживу это. Как бы не особо я там модница супер-пупер. Я в них, конечно же, буду ходить. Мне они очень нравятся. И перейдем к компании Арифлейм. Первое, из-за чего, в принципе, я и делала заказ, это второе дополнение к моему уходу за лицом. Это крем от Арифлейм. Оптималс. Серия ночной крем. Для жирной и комбинированной кожи. По-моему, даже не комбинированной, а жирной. И он идет с матирующим эффектом. Я, конечно, в шоке от этой серии. У меня есть и умывалка. Именно вот этой серии тоже для жирной кожи. Я не знаю, либо у меня жирная кожа не слишком жирная. Я не понимаю, зачем нужно матирование ночью. Я, конечно, понимаю, что не хочется просыпаться с каким-то засаленным лицом. Не настолько у меня жирная кожа, чтобы настолько ее мотировать. И утром, и вечером. В общем, честно вам скажу, вот эта серия и дневной и ночной крем именно в совокупности, даже с умывалкой. Может быть, они как-то поддерживают вот этот баланс. Первое время я ощущаю с ним какой-то комфорт, какое-то увлажнение, даже чуть-чуть питание. Но когда проходит какое-то время, даже не какое-то время, будем уже, ладно, брать то время, когда я просыпаюсь. Обычно с какими-то стандартными кремами, которые питательные, увлажняющие именно на ночь. Я просыпаюсь, я не то чтобы ощущаю крем на лице. Нет. Просто я чувствую, что у меня кожа мягкая такая. Она ночью напитывалась все это время. С этим кремом я просыпаюсь, у меня кожа сухая. Не то чтобы там шелушение, еще что-то. Просто кожа без крема. Такое ощущение, как будто я вчера на ночь ничего не наносила. Просто как-то, может быть, нормализуется водный баланс. Немного подпитала и хватит, типа того. Но я пока перестала пользоваться. Вот когда будет уже совсем-совсем у нас именно пекло, тогда я, наверное, буду пользоваться этой серией. Ни зуда, никакого высыпания у меня от него нет. Даже вот в этой области у меня появлялись шелушения. Так что, в принципе, для очень жирной кожи могу посоветовать, девчонки, присмотритесь, кто страдает. Или в летний период, к примеру, может быть, в какой-то другой период. Если вы страдаете, то присмотритесь к серии Optimal. Еще я заказывала вот такую вот кисть растушевочную. Растушевочную. Не все кисти хорошие, что у Avon, что у Ariflame. В общем, не суть. У меня есть такая кисть, и ей я раньше пользовалась дома, но на работе у меня была кисть от Ласковая растушевочная. И она уже такая, как сказать, не в очень хорошем состоянии. Я эту кисть отнесла на работу, которая у меня была. И для того, чтобы пользоваться дома, я приобрела новую. Но она пришла совсем не такая, как у меня была. Давайте будем говорить есть. Не совсем такая кисть, как у меня есть. Чем они отличаются? Та кисть, которая у меня есть уже, она немножко такая заостренная. Сам ворс, он такой, получается, короткий, потом к серединке все длиннее и длиннее. Получается, как знаете, хвостик такой. Здесь же идет кисть полностью такая вот срубленная, подрубленная, немножко закругленная. И она очень пушистая. Та кисть у меня пушистая, но не настолько. И я не знаю, как можно производить кисти и каждый раз выпускать их разными. Человек, который заказывал уже тот или иной продукт, при последующем заказе, он захочет получить идентичный продукт, а не, не знаю, какое-то подобие, либо просто приспосабливаться к нему. И еще сбылась моя мечта. Я все-таки попробовала вот такой вот спонж для лица. Хотела заказать такой спонж и у Avon, и на каком-то сайте я смотрела, очень дешевый. По-моему, там за 25 даже гривен. Этот я не помню, сколько он стоил. По-моему, тоже в таких пределах, если я не ошибаюсь. Оригинал я не хочу даже просто покупать и тратить на него деньги, потому что мне целесообразно тратить столько денег на какой-то обычный спонж. Тем более, я попробовала этот спонж. Могу сказать, что навряд ли они очень так уж сильно отличаются своим каким-то нанесением. Суть одна и та же. Би-би-крем, там тот же Коренье, у меня от Эвелин есть. И он, получается, просто съедает этот би-би-крем. Какой-то процент, я не знаю, ну 10% на лицо попадает. Остальное все остается на спонже. Этот спонж мне сгодится тогда, когда я приобрету такие вот более-менее плотные тональные основы. Но с би-би-кремами это проигрышный вариант. Руками би-би-крем наносить намного лучше. Никакие кисти, никакие спонжи не нужны. Какой бы би-би-крем, я считаю, и сиси-крем не был. Это мое мнение. Но я, в принципе, довольна, что я попробовала. Хотя бы такой вот аналог. Если влажным спонжем наносить, то будет такой вот даже немножко влажный эффект. Летом, я считаю, это будет, в принципе, неплохо смотреться и даже ощущаться на коже. Я, кстати, влажным спонжем и наносила би-би-крем. Было такое очень легкое покрытие. Очень-очень легкое. Это очень хорошо для идеальной кожи. Тогда, когда я это пробовала, у меня были жуткие высыпания на лице. Поэтому практически ничего не изменилось. Как я была без би-би-крема, как я была с би-би-кремом, никакой разницы не было. Поэтому я так вот как-то скептически отнеслась к нему. Но вещь и задумка неплохая. И, как обычно, консультант от Ariflame мне подарила мыло. Мыло от компании Milk & Honey. Мне оно очень понравилось. С именно запахом. Сам запах у него мыльный, косметический, такой туалетный, я бы даже сказала. Именно не унитазный, а туалетное обычное мыло. Рада, что вы зашли на мой канал, либо просто открыли это видео. Спасибо вам за внимание. Всем удачи, до новых видео. И пока-пока. Пока-пока.